Таджикские проправительственные писатели не перестают удивлять общественность в возвеличивании личности Рахмона. На этот раз заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Атомир Хаджи сравнил президента Рахмона с пророком Аисой, мир ему. Об этом сообщает информационное агентство «Спутник». Текст произведения поэмы «История Нуристана. История страны света» был опубликован на странице таджикского поэта в Facebook. В нескольких главах автор описывает, как своим приходом к власти Рахмон якобы озарил Таджикистан, пребывавший до этого в темноте. В тексте президента именуют новым Исой для Таджикистана. Также Атомир Хаджи подчеркивает, что мать Рахмона, как и мать Исы, мир ему, носила имя Марьям. Кроме того, литератор также в своем произведении сравнивает Рахмона с Али, двоюродным братом и ближайшим сподвижником пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Описывая процедуру избрания Рахмона на пост президента Таджикистана в 1992 году, он пишет, что в тот момент сияние имама Али озарило светом все вокруг. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило проект постановления правительства об установлении допустимой доли иностранных работников в некоторых отраслях экономики в 2019 году, сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно проекту, доля иностранных работников в сфере строительства должна составлять не более 80%. В настоящее время ограничений на привлечение трудовых мигрантов в данной отрасли нет. Как отмечает пресс-служба, предлагаемое ограничение было согласовано с Министерством строительства и ЖКХ, а также региональными органами исполнительной власти. Кроме этого, долю иностранных работников в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта и сухопутного пассажирского транспорта по согласованию с Минтрансом и Российским автотранспортным союзом предлагается сократить с нынешних 28% до 26%. Чтобы что-то подобное у нас происходило, хотя мы понимаем, что проблема у нас острая, у нас миллионы мигрантов. Эксперты отмечают, что на фоне тотального объединения населения власти России пытаются каким-то образом компенсировать для жителей страны абсолютно провальную экономическую политику последних 18 лет. И вводимые в последнее время многочисленные ограничения для притока иностранной рабочей силы являются, по всей видимости, частью этих попыток. В магазинах Ашхабада образовываются большие очереди за продуктами. В областях хлеб продают при предъявлении паспорта, а в очередь за мукой записываются за месяц вперед, сообщает радио Азатлык. В городе в дефиците все основные продукты – сахар, мука, растительное масло. По информации «Альтернативные новости Туркменистана» АНТ, в государственных продовольственных магазинах столицы на взрослого человека отпускают по килограмму сахара и по 10 яиц. При этом не отпускают продукты на детей. В Дашагузе большие сложности с приобретением муки. Для того, чтобы купить муку по 3 килограмма на человека, жители записываются в очередь за месяц вперед. Но и это не дает никаких гарантий. Жители в очень тяжелом положении. На рынке зерна нет, кукуруза подорожала до 13 манатов за килограмм. Люди обращаются в администрацию, но кроме пустых обещаний им ничего не говорят. Сообщают журналисты из Дашагузской области, добавляя, что из-за дефицита муки многие пекарни в регионе приостановили работу. В некоторых районах хлеб не продают приезжим, отпускают только местным жителям строго по паспорту. Напомним, что в 2017 году на проведение игры «Азиады-2017» режим Берды Мухамедова потратил более 8 миллиардов долларов США.